Здравствуйте! Вы смотрите программу «Крупным планом» в студии Инга Филипенко. И сегодня в нашем выпуске. Прокуратура помогла пенсионеру из Мегиона получить новую квартиру. В посёлке Междуреченском оборудованы пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. В Сургуте с хозяина собаки, покусавшей ребёнка, взыскали компенсацию морального вреда. Прокуратура через суд добилась выплат несовершеннолетней, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Наркозбытчику огласили суровый приговор. В Мегионе только после вмешательства надзорного ведомства пенсионерка получила долгожданное жильё. Почему так произошло и как прокуратура помогла решить эту проблему, смотрите в сюжете. В Мегионе, благодаря действиям прокуратуры, были восстановлены жилищные права пенсионера. Жительница города много лет проживала в многоквартирном доме, который ещё в 2016 году признали аварийным и подлежащим сносу. По закону она имела право на предоставление новой квартиры по договору Мены без доплаты. Поэтому в декабре 2022 года Мегионка решила обратиться по этому вопросу в муниципальную комиссию. Изначально администрация города приняла решение о предоставлении одиноко проживающему неработающему пенсионеру новой трёхкомнатной квартиры. Однако женщина тогда её так и не получила. Муниципалитетом в установленном порядке постановление о предоставлении ей жилого помещения не принято. Вместо этого в феврале 2023 года повторно рассмотрено заявление пенсионера и принято решение о предоставлении ей жилого помещения, но только уже по договору Мены с доплатой. Основанием для этого послужило внесение новых изменений в муниципальный нормативно-правовый акт, которым исключены необходимые гарантии для такой категории граждан. Женщина пришла в надзорное ведомство с просьбой разобраться в ситуации. Сотрудники Мегионской прокуратуры провели собственную проверку и выяснили, что отказ администрации предоставить пенсионеру квартиру без доплаты был необоснованным. Прокурору города обратился в суд в интересах пенсионера с исковым заявлением к администрации города с требованием признать действия администрации города по повторному рассмотрению заявления гражданина на комиссии незаконным и возложить обязанность предоставить жилое помещение по договору Мены без доплаты. Мегионский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Нарушения закона устранены и жительница Мегиона смогла справить долгожданное новоселье в новой благоустроенной квартире. В поселке Междуреченском местные жители сообщили в прокуратуру, что вблизи образовательных учреждений отсутствуют пешеходные переходы, тротуары, не установлены дорожные знаки. По данному факту прокуратурой Кандинского района была проведена проверка. Подробности в следующем материале. Прокуратура Кандинского района провела проверку по обращению родителей учащихся образовательных учреждений Междуреченского, обеспокоенных маршрутом следования несовершеннолетних детей в школу и детский сад. В ходе проверки установлено, что участок на пересечении дорог, улица Центральная, улица Первый квартальный проезд, в микрорайоне Нефтяник-2 поселка Междуреченский не отвечал требованиям безопасности дорожного движения. В частности, отсутствовали пешеходные переходы, дорожные знаки, тротуары, отходящие от перекрестка. Администрации Кандинского района на региональный конкурс инициативных проектов был подан проект «Перекресток безопасности», который стал победителем. По результатам аукциона администрации Кандинского района в слово «Акцент» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству объекта «Перекресток безопасности» в поселке Междуреченский. Подрядчик провел ремонт дороги, обустроены тротуары, пешеходные переходы и установлены дорожные знаки. Я мама двух школьников в этой школе, получается. Все прекрасно знают, что ранее пешеходный переход не отвечал требованиям. И я, как мама двух детей, переживала всегда, когда дети идут в центр поселка на дополнительные занятия. И благодаря усилиям неравнодушных граждан и прокуратуры района был реализован инициативный проект «Безопасный переход». И на сегодняшний день пешеходный переход и «Перекресток» отвечают требованиям безопасности. И пешеходы, и водители могут спокойно передвигаться. Вопросы соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних остаются под пристальным вниманием прокуроров. Прокуратура защитила права ребенка, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Хантамансийске. Водитель автобуса допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ребенок получил множественные травмы. Прокуратура обратилась в суд в интересах несовершеннолетней, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии. Чем закончилась эта история, смотрите в нашем материале. Один из февральских дней прошлого года буквально поделил жизнь Елены Черной на «до» и «после». Именно в феврале, в 2023 году, ее дочь серьезно пострадала в ДТП. Мне позвонили во второй половине дня, это был четвертый час. У меня ребенок как раз в этот день направлялся на занятия в театральную студию. И она мне позвонила, я была очень удивлена, думаю, я понимаю, что должно быть занятие. Как бы, почему она мне звонит, думаю, может на занятии что-то случилось. Она мне звонит и начинает так со мной спокойно, вы говорите, только не переживайте. Вот такая ситуация произошла. Анну сбил автобус. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. И именно на зебре водитель автобуса, следующего из Нягани в Хантамансийск, допустил наезд на школьницу. В результате ДТП ребенок получил множественные травмы и переломы. Впереди у дочери Елены Александровны были долгие месяцы восстановления. Выпускной класс, поступление в колледж. Девочку продолжали мучить последствия ДТП. Конечно, все это сказалось очень сильно, потому что травма головы, повышенные умственные нагрузки в период экзаменов. Естественно, там театральный кружок, не кружок студии, театральную студию, конечно, пришлось прекратить посещение. Физическая нагрузка вообще была и противопоказана. Защита и восстановление прав детей является приоритетным направлением деятельности прокуратуры. Сотрудники отслеживают все происшествия с участием несовершеннолетних, чтобы вовремя защитить их права и интересы. Именно так и поступили сотрудники Хантамансийской межрайонной прокуратуры. В данной ситуации, так как ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, было возбуждено уголовное дело. По результатам расследования и изучения уголовного дела, я созвонилась с мамой пострадавшей девочки, с Еленой Александровной, чтобы выяснить, возмещен ли каким-либо образом вред, причиненный ребенку. По прошествии времени, почти года, я узнала от мамы, что вред ни перевозчикам, ни водителям каким-либо образом не был возмещен, либо компенсирован. Поэтому я разъяснила Елене Александровне право ребенка на компенсацию причиненного морального вреда, а также то, что в данном вопросе может помочь прокуратура. Именно сотрудники прокуратуры помогли маме пострадавшего ребенка в защите ее интересов. Хантамансийская межрайонная прокуратура подала исковое заявление в суд от имени несовершеннолетней девочки о компенсации морального вреда. Судом было дело рассмотрено. Конечно же, сотрудник межрайонной прокуратуры принимал участие. Также пришли законные представители ребенка. Мы поддержали свои требования. Да, ответчик пытался возражать, не признавал свою вину. Но, тем не менее, судом, с учетом всех обстоятельств дела, собранных материалов, представленных доказательств, размер компенсации в 500 тысяч рублей признан обоснованным, соразмерным, причиненному вреду. И исковые требования были полностью удовлетворены. В ближайшее время решение суда вступит в законную силу. А перечисление компенсации морального вреда остается на контроле у сотрудников прокуратуры. Также прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия. И еще один пострадавший ребенок теперь уже из Сургута. Здесь на 9-летнюю девочку напала соседская собака. Ребенок получил травмы от укусов. Мама несовершеннолетней обратилась в прокуратуру, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. Подробности в нашем следующем материале. Наступление нового 2023 года в семье Галимшиных запомнят надолго. Перед самыми праздниками 9-летняя дочь Анны оказалась в больнице. Причиной тому стали собачьи укусы. Моя дочь 9-летняя шла в школу в декабре 2022 года. И по пути в школу утром на нее напала собака. Она прокусила двое брюк. Мы обратились в травматологию, нанесли швы. Потом ребенку ставили вакцину от бешенства в течение трех месяцев. Семья сразу же начала поиски собаки, искусавшей ребенка. Но они затянулись. Лишь в апреле 2023 года пользователи соцсети подсказали маме, что похожую по приметам собаку видели на соседней улице и знают ее опекуна. Буквально 12 апреля я, проходя мимо дома Лермонтова 13, в машине припаркованной, увидела ту собаку, которую по приметам именно укусила мою дочь. Я вызвала инспектора ветконтроля, участкового, службу отлова. И они пригласили хозяйку и вытащили из машины двух собак, которые сидели в машине и лаяли. Собаку у зоозащитницы изъяли. Но история получила свое продолжение. Буквально через пару месяцев зоозащитница вновь обзавелась с животными, которые явно проявляли агрессию к людям. Анна Галимшина, мама пострадавшей девочки, обратилась в прокуратуру с просьбой решить вопрос безопасности жителей района. Специальными службами была проведена проверка, которая выявила нарушение правил содержания животных, представляющих опасность для людей. По договору, соответствующему договору, был отдельно прописан пункт, что собака признана агрессивной, поэтому к ней предъявлялись особые требования именно к содержанию, которые были нарушены собственником. То есть собственник допускал, грубо говоря, самый выгул. Уходил, оставлял просто животное на улице. В результате чего было и нападение на несовершеннолетнего ребенка. По итогам проверки прокуратура, разобравшись во всех материалах дела и собранных доказательствах, подавая в интересах девочки иск суд о компенсации морального вреда. Прокурорам города было принято решение о предъявлении в интересах несовершеннолетнего ребенка в суд искового заявления о взыскании собственника животного компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения. По решению суда требования прокуратуры удовлетворены, сельнованного лица взыскана компенсация морального вреда. По решению суда, владелец агрессивного животного должна выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей. В Нягоне местный житель осужден к длительному сроку лишения свободы за распространение наркотиков. Подробности смотрите в нашем сюжете. Больше 10 лет лишения свободы получил житель Нягоне за сбыт наркотиков. В Нягоне перед судом сегодня предстал 20-летний местный житель. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По материалам уголовного дела, с декабря 2022 года Михаил Емельянов получал запрещенные вещества от соучастников и делал закладки на территории Нягоне. 6 июня прошлого года сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали драгдилера. При себе у молодого человека было порядка 100 граммов сильного психостимулятора. Позже задержанный также показал места, где он сделал тайные закладки. Если бы злой умысел был доведен до конца, то было бы реализовано более 400 доз синтетических запрещенных веществ. В совокупности 20-летнему Нягонцу предъявлено обвинение по 25 преступлениям. Известно, что он учился на автомеханика в одном из колледжей. На учете в наркологии полиции ранее не состоял. В соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначите Емельяну Михаилу Сергеевичу наказание. Ведь лишение свободного срока 10 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На сегодняшний день за первый квартал 2024 года Нягонским городским судом было рассмотрено 12 уголовных дел, связанных именно с незаконным оборотом наркотических средств. Что касается приобретения и хранения наркотических средств, это жители города Нягони и жители территории Октябрьского района. То, что касается сбыта наркотических средств, в основном приезжают жители Иркутской области. На этом наш выпуск завершен. В студии была Инга Филипенко. Берегите себя и своих близких, и не забывайте, что закон всегда на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин